Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в культурном центре Красногорья. Сегодня я хочу вам рассказать о проекте Знаменского храма и Муниципального центра духовной культуры Красногорска, посвященном выставке фонда «Восстановим порушенные святыни». Задача нашего проекта рассказать о том, что у нас есть фонд по восстановлению порушенных святынь, который основал 5 лет назад ювеналий, метаполит Коломенский-Крутицкий, при поддержке Андрея Юрьевича Воробьева, губернатора Московской области. Фонд был основан для помощи по восстановлению порушенных храмов Московской области. За 5 лет своей работы фонд восстановил и принял более 250 заявок по восстановлению храмов и восстановил уже 14 храмов. Все эти храмы находятся в Московской области, но в таких местах, куда не добраться без навигатора. Эти храмы находятся вдали даже от маленьких городков, и у людей не было надежды, что кто-то приедет туда восстанавливать храм. Однако фонд этим занимается, принимает заявки и уже 5 лет восстанавливает храм. Сейчас несколько десятков храмов находятся на разных этапах восстановления. Сегодня я вам расскажу именно о 14 храмах, которые уже восстановлены. Все восстановленные храмы являются объектами архитектурного наследия, то есть архитектурными памятниками. Поэтому восстанавливать их было, их необходимо грамотно восстанавливать. И для того, чтобы вам рассказать о том, как именно восстановили эти храмы, мы, авторы выставки, я Анастасия Филипповна Шафоростова и мой муж Георгий Вадимович Шафоростов, объехали все эти 14 объектов, сделали фотографии и сняли на квадрокоптер. Почему эти храмы надо было восстанавливать? Потому что очень много религиозных объектов в 20-е и 30-е годы XX века закрылись. И когда в 1990-х годах их начали возвращать в собственность приходом, они были возвращены после периода, когда их не обслуживали, когда их не эксплуатировали, в очень плохом состоянии. В них невозможно было служить и не было денег, чтобы их восстановить. Поэтому после возвращения в 90-х годах они продолжали оставаться пустыми и разрушаться. И только сейчас появилась такая возможность с помощью фонда помочь восстановить эти объекты. Очень многие из этих храмов уникальны по своим конструкциям и объемным пространственным решениям. Самый первый храм был восстановлен в 2016 году. Этот храм был построен в 1701 году. У него необычная композиция в виде звонницы, которая стоит на высоком подклете с тремя восьмеряками. Когда храм закрыли, он был гаражом. Когда его вернули, он был в очень разрушенном состоянии, службы в нем не велись. Мы нашли архивные фотографии, по которым видно, что его восстановили так же, как он выглядел. Еще один очень уникальный и очень старинный храм – это храм 16 века. Он уникален своей шатровой конструкцией. На шатровой конструкции есть световой барабан. Также у него есть карница с бегунцом, узкие щелевидные окна и очень много элементов из резного кирпича. У этого храма еще была колокольня, но установить ее не удалось. И информации о том, как она выглядела, тоже очень мало. Следующий восстановленный храм – храм Воскресения Словщего в селе Воскресенское. Этот храм необычен своим престолом. Он не в честь Воскресения Христова. Он в память того дня, когда осветили храм Воскресения Христова в Иерусалиме. Поставная часть храмов была разрушена после того, как их закрыли в 20-х годах. Но храм в деревне Пласкино начал разрушаться из-за серьезных проблем вкладки еще до закрытия, до 1914 года. И поэтому сейчас, когда начали его восстанавливать, не получилось найти информацию и фундаменты храма. Восстановили только колокольню. Среди восстановленных объектов есть два храма и один собор, которые составляют ансамбль Никитского женского монастыря города Кашири. Монастырь занимает одни из центральных мест на панораме города. После закрытия в нем монастырь был переоборудован в чулочно-носочную фабрику. И в 90-х годах был заброшен и передан в разрушенном состоянии православной общине. Следующий храм Рождества Богородицы необычен сочетанием двойных пилястр на своем фасаде. В нем также была каменная часовня, которую не удалось восстановить. Следующий храм тоже Рождества Богородицы, уже в селе Селевкино. Очень уникальный по своему объемно-пространственному решению. Восьмерик украшен проболическим сводом и овальными окнами. Внутри алтарная преграда вкомпонована в арку. И на входе на территорию храма тоже есть арки. Этот храм восстановить было очень важно, потому что храмов этого периода в таком стиле очень мало. Я хотела еще рассказать о том, как именно происходит восстановление храмов. Это очень сложная, многоэтапная работа. Рассказать на примере этого храма будет очень интересно, потому что в селе Чернево на этапе экспертизы состояния фундаментов под храмом была найдена надгробная плита XVII века, которая пролила свет не только на историю храма, но и на историю села Чернево. Помимо экспертизы фундамента, перед тем, как восстанавливать храм, необходимо полностью изучить состояние всех его руин и конструкций, чтобы сделать проектную документацию, чтобы разработать научно-проектную документацию, по которому будет восстанавливать храм. Очень важно, помимо экспертизы, сделать консервацию руин. Перед тем, как храм восстанавливают, изучают, насколько прочные конструкции, и если есть угроза обрушения каких-то сводов или стен, то прежде, чем храм начать восстанавливать, их укрепляют. В храме Рождества Богородицы, к сожалению, не удалось восстановить портик, который мы видим на архивных фотографиях. Тем не менее, весь остальной облик храма, включая уникальные детали, из кирпича был восстановлен. Храм Рождества Христова в деревне Мытники уникален тем, что у кирпичного храма резные белые украшения здесь выполнены не из белого кирпича, а из белого камня. И эти резные украшения объединяют объединение элементов псевдорусского стиля. Тоже очень редкий памятник. Храм Крестового движения отличается своей необычной формой. Сам храм небольшой, колокольно пристроенная, чуть позже отличается по стилю и превосходит храм в размерах. Храм Крестовской иконы в селе Ростовцы необычен своей квадратной алтарной апсидой. И несмотря на все остальные квадратные объемы храма, он очень аккуратно украшен в таком провинциальном, в стиле провинциального классицизма. Храм Живоначальной Троицы тоже очень уникальный. У него очень высокая шатровая колокольня, а внутри большой объем храма держится на сводах, которые стоят на четырех белокаменных колоннах, что тоже очень редкая конструкция. Сейчас я вам рассказала о некоторых восстановленных храмах. Сложность их восстановления заключается в том, что необходимо соединить старые конструкции с новыми конструкциями. Для этого правильно использовать такие же материалы, из каких построен был храм. Например, вместо современных цементных и полимерных растворов использовать издвестково-песчаные. Вместо пластиковых окон нужно использовать деревянные окна. Это сохранит правильный образ храма и не нарушит экологическую систему тела храма. По нему будут правильно новые элементы вместе соединяться и по нему будет правильно распределяться тепло и влага, что сохранит храмы на долгие времена. Дальше предстоит работа по многим храмам. 184 храма, к которым еще не приступали, но заявки от которых приняты. Вы можете познакомиться поближе и рассмотреть архивные и новые фотографии в культурном центре Красногории. Также вы можете зайти на сайт фонда, чтобы помочь восстановить храмы, которые нуждаются. Спасибо большое за внимание. С вами была Анастасия Шифоростова. Субтитры создавал DimaTorzok